Друзья, привет! Саша Иванов, канал Живу на Земле. 18 ноября, мы все в ожидании первого льда, а пока реки открыты, товарищ пригласил на рыбалку. Половить на спиннинг, на дропшот, акуней говорит, что сейчас клюет, все в порядке, все отлично. Сейчас пока дома покажу, как вяжется оснастка, а потом отправляемся на реку. Леска от 0,16-0,2, я использую чаще всего 0,18 и 0,2 у меня также присутствует. Крючки в основном открытые, есть оффсетные крючки, которые прячутся в резину, есть открытые, у которых жало торчит. Оснастка дропшот, она идет чаще всего на дно, иногда чуть-чуть может цеплять дно в каких-то зацепистых местах, а все-то, да, а так, открытые крючки. Это, что там, это овнеровские, с длинным цевьем и какие-то вот S21. Крючки выбираю просто по внешнему виду, как вот, я себе как представляю, как что должно быть. Нравится крючок, берешь его и погнал ловить. Чтобы лучше было видно, свяжу на 0,4 леске, ловить буду с леской 0,18, 0,4, просто показать, как делается сам узел. Кусок лески, одеваем крючок. У меня крючки с большим ушком сейчас попались, можно самые обычные, потому что лучше всего закрепить его таким образом, чтобы петельки никакой там не образовывалось, чтобы он четко был на леске, и тогда все движения спиннингом мы сможем тогда анимировать эту приманку. Около берега очень хорошо будет видно, когда забрасываешь сам, и ты смотришь на приманку, делаешь движение какие-то удилищем, и приманка повторяет твои задумки. Леска, на ней крючок, делаем как бы вот такую петлю, складываем, и у нас в руках получается две лески. Снизу крючок на петле, и вот эти две лески, мы их как бы перекручиваем между собой, оставляя в серединке пространства. Четыре-пять раз крутанули, у меня получается с одной стороны скрутка сейчас, и с другой стороны скрутка. А то колечко, которое в руках, сюда продеваю крючок, и потихонечку затягиваю. Леску лучше всего смочить, чтобы она лучше скользила. И во время затяжки, на 0,4 леске сейчас может не получиться показать, но я и на 0,18 свяжу, здесь нужно подтянуть таким образом, чтобы крючок был четко на леске, чтобы вот эта петля, она как бы ушла. На 0,4 сейчас этого не получится, потому что она слишком толстая. А вот на обычной, на той, на рабочей леске, вот эта уже леска 0,18, делаю то же самое. Сверху вот это переплетение, четыре оборотика сделаю, внутрь вставлю крючок. И начну потихонечку затягивать, убирая саму вот эту петлю. В конечном итоге получается вот такая ситуация. И крючок у нас привязан правильно, жалом вверх, обязательно. Делал, когда оснастку, ну перепутывал иногда, ставил вот таким образом, когда жало вниз. Была поклевка, тащишь рыбу, она сходит. Потому что крючок всегда должен смотреть жалом вверх. С верхней стороны отмеряю сантиметров 30, может быть 40. Здесь будет к плетенке крепиться. Делаю, как всегда, двойной узел. Вот на петле узелок, как бы петля, и продеваю еще раз ее в эту серединку. Получается петелька. И эту петельку можно соединить точно такой же петелькой, связанной на основной плетенке спиннинга. Петля будет на плетенке, туда оснастку, и с другой стороны заводишь петлю, и все готово. Снизу будет крепиться груз, тоже где-то в сантиметрах 40. Можно поменьше делать, можно побольше. Тут уже как пойдет. Многое зависит от того, на каком водоеме ловишь и каким спиннингом ловишь. Я буду сегодня ловить своим любимым удилищем, маленьким. Рад, что его время пришло. Все-таки в середине ноября. Для рыбы нужна уже точно такая аккуратная какая-то подача. Либо ловить с лодки на каких-то ямах, куда вся рыба спряталась. Либо в прибрежной зоне попробовать половить окуньков. И причем они там бывают очень даже ничего. Оснастка получилась с одной стороны петля. Сантиметров через 40 у нас крючок, который жестко закреплен специальным узлом на леске. Вот таким образом. И еще раз через 40 сантиметров еще одна петля, которая будет крепиться уже к самому удилищу, к плетенке. Все, ребята, теоретическая часть закончена. Сейчас заливаю термос и погнали на практику, на водоем. И там уже прям рыбалка. Все пошло немного по другому сценарию. У товарища не получается что-то там с рыбалкой. Ловить будем одни. И ловить будем прямо в городе. Время 2 часа. Я только что освободился. В 4.10 или в 4.20 уже закат. И где-то пол пятого будет темно. Ну, 2-3 часа на реке. Это все равно круто. И вот эта оснастка, которую связал дома. Петля связана сейчас на плетенке. Тут вставляю петля в петлю. И свободный конец в эту же петлю и заведу. А то, что пошло не по сценарию, ребят, но мы же не из тех, кто отступает при первых же трудностях. Правда? Самое главное, что вот товарищ, который позвал на рыбалку, сегодня у которого не получилось, он зарядил вот этой энергией, вот этим желанием вообще поехать на рыбалку. Я отложил даже там некоторые свои дела. И я счастлив, что вместо всех вот этих планов оказался на реке. И сейчас будет возможность половить рыбу. В этом месте можно поставить карабинчик. Ну, я креплю петля в петлю, потому что бывает, заскакивает туда уже за кольца. И, в принципе, можно сделать заброс даже с этими узлами. В конце будет груз. А, здесь у меня нет очень мелкой резины. Сейчас, конечно, сработала бы такая, там, полтора дюйма. Это два с половиной дюйма какой-то бабринг-шейкер. И надену его на открытый крючок. Вот таким образом. И он будет у нас там в воде сейчас внизу будет груз. Мы его будем поддергивать, и он будет там бам-бам-бам-бам-бам. Такие движения совершать более-менее похожие на какую-то живую приманку. И как только движение полностью сымитирует живую приманку, рыба атакует. И у нас будет поклевка, и мы будем счастливы. Грузик в виде цилиндра. Меньше всего зацепляется в камнях. Также можно использовать оливку, вообще, да что угодно, что есть под рукой. Можно джиг-головку. Спиннинг до 8 грамм. Это моя циринойка, которая со мной уже несколько лет. Также катушка, которая со мной несколько лет. Любимый набор. Ссылки оставляю в описании на то, чем ловлю. Чем не ловлю, посоветовать не могу. А свои вещи, пожалуйста, берите, ловите, точно так же наслаждайтесь. Сейчас камеру перемещу на голову, а так сделаю заброс. Покажу, что это вообще происходит. Дропшу от рыбалка. В зимнее время рыба обычно, она либо очень далеко от берега, либо она под самым берегом. Потому что, поэтому забросы небольшие. И проводка выглядит примерно вот. Упал на дно. Вот таким образом. Иногда можно подыграть на месте. Груз остается на месте. Лежит на дне груз. Чуть-чуть слабину выбираю. Потом подрыв катушкой. И уже некоторый такой обброс. Ну не обброс, а пробивку более такой широкой акватории. А вот так играет приманка в воде. Вот эти червеобразные слаги, они очень хорошо подходят. Вот совершаю удилищем совсем небольшие движения. И вот эта пиявочка, она там двигается. П American. Те-техники. Какая ошибка. Какая ошибка. Те-техники. Солнце для ж professor занимались无ималия. ребята аж фриксон сработал это щука похоже ребят щука не то что прям огромный уж но такой щуреночек позарился на червячка аккуратненько она схватила его и на леске ничего не повредило похоже ни себя не леску такую маленькую конечно надо отпускать вода летнющая вообще уже ребята круть клюет рыба смотри вокруг снег лежит на спиннинг ловится на дропшот под каждый сезон своя подача приманки у меня есть такое ощущение что у рыболова часто есть проблема с тем чтобы поймать хоть какую-то рыбу а у рыбы особой проблемы с едой нет она ориентируется по тому состоянию водоема по тем живностям которые в данный момент года активны и вот сейчас живность в холодной воде всего двигается медленно и достаточно долго зависает на каком-то месте думаю что сейчас как летом нет таких рыб которые там пмпл сильно гоняют и поэтому вот эти приманки на которые можно долго смотреть сосредоточиться прицелиться подплыть там схватить ее вот дропшот приманка чем-то даже напоминает поведение когда ты в лунке ловишь от в отвес ловишь блесной она у тебя движется в определенном секторе и тогда у рыбы есть шанс тоже подплыть возможность приглядеться посмотреть сказать а окей там и совершить некоторую ошибку со своей точки зрения ну тем самым порадовать рыболова то же самое вот этот дропшот забросил и ты поиграл поиграл на месте протащил немножечко поиграл поиграл еще немножечко еще протащил попробуем поймать все таки окуня который является наиболее такой целевой рыбой для данной снасти запрос метров на 15 здесь счет выбрал место обратили внимание наверняка камни на берегу очень люблю такие места потому что в камнях живет всякая живность живностью питается всякая рыба за камнями рыбе есть где спрятаться и поэтому на камнях чаще всего более результативные рыбалки чем на песке или вообще на каких-то ровных поливах с непонятным илом оп поклевка пауза делаю довольно длинная и зацеп после поклевки маленько проводочка и пауза праву проводочку такая небольшая пауза может быть даже по пол оборота катушки может быть один оборот катушки восьмитысячного размера оп поклевка еще вот он но это мелкий вот смотри как ли я довольно довольно крупная там резинка для таких окуней ну и рыбу хочется поймать довольно крупно не никак не засечь еще стоит крючок маленький можно было бы по длине и крючок конечно но скорее всего это вот такие окушки и они клюют оторвал половину от приманки получается такая ситуация уже более более гармонично смотрится на этом крючке то же место где были сейчас поклевки опять небольшая проводочка пауза пауза ребят в общем саму поклёвку заснять не удалось а вот окунек и окунь причем неплохой нельзя сказать что это вообще карапуз вот такой красавчик на вот такую резиночку самое эффективное вот в этой рыбалке по холодной воде это никуда не торопиться стоишь и практически на месте трясешь удилищем чуть-чуть подматываешь и как только начинаешь думать о чем-то о своем самое главное не о рыбалке вообще где-то ты далеко находишься своих мыслях тогда происходит поклевки вот сейчас даже выключил камеру думну как-то начал продумывать какие-то уже другие моменты думаю сейчас вымытую и вот когда камера была выключена была длинная пауза удочку меня просто была в руках бам и произошел этот такой серьезный удар сейчас попробуем еще половить может быть удастся заснять этот впечатляющий момент на улице минус 1 обмерзают кольца замерзает колечко как-то вроде там силиконом можно обрабатывать я честно говоря не знаю для таких выездов даже зимой когда уже лед где-то стоит а местами есть открытая вода и можно половить лучше всего выбрать какой-то момент когда хотя бы плюс 2 а еще лучше чтобы не было ветра когда нет ветра тогда вообще все все четко об ребят еще один так ну вот это это уже маленький попался совсем он какой крохотулечка такого выпустим со льда кто окуня ловит знают что у него есть чаще всего утренний выход самый самый утренний и вечерний уже ближе к закату бывает такое что целый день проходишь проловишь и не можешь вообще ничего поймать а под вечер с одной или с двух лунок там несколько десятков просто рыбам-бам-бам ну или хотя бы пяток другой чтобы рыбалка не была пустой ударчик об еще один по еще один окунь ребята чуть чуть побольше чем 1 точнее меньше чем 1 но побольше чем 2 ну какой карапузик все-таки сработало еще уменьшение резины изначально резинка была два с половиной дюйма я ее оборвал и конечек зажигалкой при полил чтобы он был довольно округлый замечал что если резину просто обрываешь пополам и у нее но передний край такой оборванный получается то рыба как-то плохо на это реагирует а зажигалка если обжечь он становится кругленький и резинка выглядит более-менее хорошо особенно на таких оснастках как дропшот у рыбы есть возможность рассмотреть приманку и когда есть что-то не нравится она похоже не атакует по поводу цвета могут работать и болотные цвета и темные и яркие и весной часто работает кислотный цвет или вот лимонный какие-то в холодной воде видно чтобы есть сосредоточиться бывает такое что ну нужно что-то яркое я сторонник вот этих зеленых цветов коричневых я на них так и ловлю всегда груз 5 грамм легко ощущается у самой снасти нет никакой тяжести плетенка китайская 006 примерно примерно как 0 6 шнур японский пиццефан лункер так ими ловлю и служит подолгу о поклевка главное утку не поймать поклевки папа ребят есть опять на паузе маленький окушочек нас есть к пути будете рыбу это даже на пару часов рыбалка должна быть в удовольствие новая чеку немножечко грудь и 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 Поехали. Потихонечку начинает темнеть, на реке провел два часа, причем, кажется, половину времени это переставлял камеру с места на место и разговаривал по телефону, переписывался, уже узнаю обстановку про то, как на севере Тверской области встает лед, что там происходит, когда уже будет пора, а так вот даже за это время поймал 4 или 5 окуней, щучку небольшую, в общем-то рыба есть, были еще поклевки, и это интересно, и это круто. По поводу дропшот-оснастки, она реально ловит тогда, когда уже ни на что другое не клюет. По поводу проводок, все тоже достаточно примитивно, потому что забросив около берега, где-то на песочке, где-то видишь приманку, в осеннее время и весной вода уже прозрачная, и ты, совершая движение удилищем, можешь смотреть на приманку, как она на них реагирует. С единственной поправкой, на дальнем забросе понятно, что да, какая-то дуга будет из лески, движения должны быть чуть более резкие, а поближе, когда подтаскиваешь, уже чуть более мягкие. Насчет удилища, это можно выполнить абсолютно любым удилищем. Ну, конечно же, чем легче оно будет, тем проще будет делать мягкие такие вот эти рывочки и особо не шугать рыбу. Разные варианты проводок, разные люди используют разный подход, и все как-то ловят рыбу. Когда-то попадешь в нее, когда-то не попадешь, само собой рыбалка есть рыбалка. Бывает, солнышко выглянет из-за тучи, начинается клев, бывает, найдешь какой-то приямочек, ямку, и там все клюет. Есть смысл прокачаться в данных знаниях, посмотреть другие ролики, посмотреть, как кто ловит, и вот эту дропшот-оснастку оставить себе в арсенал. Это в то время, когда лед еще не встал, но летняя рыбалка уже не летняя. И весной, когда лед только начинает сходить, какие-то устья, ручьев, рек, где тала и вода стекают, вот там бывает собирается хороший окунь, хороший хищник, даже судака ловят на эту снасть. Друзья, спасибо за просмотр. Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч, пока! Давай, 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 может, разгонечку сейчас его. Не хочет никак в лунку идти. Можно попробовать прикрыть его немножко. Ух ты, друзья! Нет, вот не такой же, это побольше. Просто посмотрите, какая рыба. Это вот как в самом начале, думал, что такие придут, и вот они пришли. Ого! 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 Продолжение следует...